Kotlin Code Generation. Тема, возможно, сейчас не очень популярная, но действительно очень насущная, потому что все чаще и чаще разработчики начинают сталкиваться с тем, что, например, мы начинаем больше использовать какие-то готовые фреймворки для генерации, начинаем больше в это погружаться, и сейчас становится больше информации. Скорее всего, эта тема очень полезная, и в конечном итоге она порождает, ну, заставляет нас в конечном итоге, да, то есть глубже туда погружаться и, возможно, в дальнейшем писать что-то свое, да, упрощая наш проект, упрощая вообще в целом код. Меня зовут Гальцев Вадим, я преподаватель в команде Otus, вот, я являюсь Android-разработчиком на проекте Альфа-Банк и также руковожу направлением инвестиций в нашем банке, вот, являюсь докладчиком Android-академии, выступаю на Альфа-Метапах, ну, также просто, то есть Kotlin Java-девелопер уже больше четырех лет. Здесь указано на слайде мой контакт, если что, вы можете мне написать, если будут какие-то вопросы. У нас есть небольшие пожелания к вебинару, то есть мы стараемся активно участвовать, задаем, ну, вопросы, если они возникают, соответственно, будут такие определенные блоки, где вы можете задать вопросы уточняющие, и если будет вопросов очень много, я отвечу на них чуть позже, потому что они все сохранятся в чате, вот. Давайте начнем. То есть в целом мы сейчас будем в первой части, мы рассмотрим вообще что такое генерация и как она происходит, да, то есть мы посмотрим, как это происходит в Kotlin, в Java, как это вообще в целом работает, вот, какой принцип, какие фреймворки для этого задействуются, какие готовые инструменты. Дальше мы рассмотрим те инструменты, которые позволяют нам вообще работать с входящим к нам кодом, да, то есть он парсится в виде абстрактно-синтактического дерева, это дерево, содержащее определенные правила перехода, да, то есть набор ликсем, который мы используем, да, то есть который вот мы написали с вами в коде, все это парсится и отдается нам. Мы посмотрим, как это делается в Java и, соответственно, в Kotlin, и какие инструменты для этого есть. И рассмотрим замечательный фреймворк от Squara, его было две версии, то есть была версия для Java, Java Poet, и сейчас этот фреймворк называется Kotlin Poet, он позволяет нам с вами генерировать код, не руками, да, что-то прописывать в виде стринг-билдеров или в готовых строк с форматами, а использовать уже готовые объектные конструкции. Соответственно, у нас есть определенные цели, да, в данном вебинаре, это рассмотреть вообще, что такое кодогенерация, как я уже сказал, изучить, как происходит процесс кодогенерации в Java Kotlin, потому что есть определенные особенности. Изучить, какую роль играет система сборки Gradle, потому что именно она у нас, ну, вообще любая система сборки, в данном случае у нас более популярна в Android Gradle, именно она запускает процесс, annotation, то есть annotation processing запускает она, да, и процесс кодогенерации. И рассмотреть библиотеку Kotlin Poet. Плюс изучим конкретный пример, который я написал, он будет также доступен в виде исходников, как можно что-то сгенерировать. В целом, кодогенерация. Кодогенерация – это часть процесса компиляции, вот, она есть практически в каждом языке на самом деле, вот, и когда специальная часть компилятора, в данном случае это кодогенератор, конвертирует AST, то есть синтактическое дерево, которое у нас с вами есть, в какую-то программу, да, точнее, конвертирует это AST в последовательность инструкции, да, то есть фактически в код, который могут потом быть поданы обратно в компилятор для того, чтобы уже сгенерировать там, да, фактически, байт-код, бит-код, в зависимости от того, на чем мы пишем. Например, это активно используется в таких языках, как C, это активно используется в таких языках, как Rust, Go, в PHP, и в данном случае это также не обошло и, то есть и Java, и, соответственно, Kotlin. Как это, то есть происходит? У нас есть какие-то source-файлы. Это могут быть файлы различного расширения, да, то есть, например, это могут быть Kotlin-файлы. Они у нас начинают с таска билда. Во время билда у нас запускается, соответственно, компилятор. В компиляторе есть этот фреймворк для кодогенерации. Это может быть как фронт-энд фреймворк компилятора, да, так и бэк-энд фреймворк компилятора, потому что сейчас есть такие новшества, как разделять компилятор, да, на две части. Одна часть работает чисто с лексемами, другая уже преобразует код, да, то есть в тот код, который будет исполняться непосредственно нашим с вами устройством. Кодогенератор генерирует новый код, да, то есть сам по себе. То есть там какая-то логика может быть уже заложена разработчиками-компилятором, может быть, что они дают публичной API, которым можно пользоваться. И это все идет на вход к компилятору, уже сгенерированные файлы. И в случае, например, с Java, да, то есть мы получаем source файлы Java, и они подаются на вход к компилятору. И у нас в конечном итоге, после того, как они все преобразуются в класс файлы, получается готовый jarny, который мы можем использовать. Если это говорить про Android, у нас получается появляется АПК, который можем положить на наш с вами девайс, да, и запустить. Фреймворк, который отвечает за кодогенерацию в непосредственно Java, называется Untation Processor. Это он имплементит интерфейс процессора и является наследником класса Abstract Processor. Это работает исключительно в Java модулях. То есть если вы захотите написать Untation Processor и не подключите плагин Java и будете использовать, грубо говоря, какие-то части, чтобы сделать ваш модуль Android модулем, то это не сработает. У Untation Processor есть несколько раундов. Тут стоит немножко еще рассказать. То есть сам Untation Processor работает с аннотациями, как мы уже знаем, под тому же даггер. То есть мы развешиваем определенные аннотации. Они все ловят. То есть у нас получается, мы, система сборки смотрит, что есть Untation Processor, что он может обрабатывать такие аннотации. Он запускается, ему на вход подаются аннотации, элементы из абстрактно-синтактического дерева получены при парсинге, и он совершает минимум два раунда. В первом раунде он генерирует какие-то файлы. Если он обработал все файлы, дальше он идет в финальный раунд, где он может почистить за собой различные ресурсы. Он может закрывать файл-дескрипторы, он может почистить свое состояние, удалить промежуточные файлы. И в последнем раунде ничего не учитывается. То есть все, что будет сгенерировано в последнем раунде, уже не пойдет на вход компилятора. Это было сделано специально. Но помимо двух раундов их может быть больше. Может быть и третий, четвертый раунд. Например, если наш annotation процессор сгенерировал файлы и в этих файлах также повесил аннотации. Повесил дополнительные аннотации, например, которые он сам будет потреблять, или другой annotation процессор, который запустился после него, сгенерировал дополнительные файлы, он снова запустится в новом раунде. Это все работало в Java, как я уже говорил в начале. То есть в Java мы получали полноценный распаршенный код в виде AST. И за счет этого мы могли его видоизменять с помощью Tris API. Мы могли видоизменить код. Это не публичная API компилятора. Он подключается в виде отдельного джарника. Так работает Project Lombok, о котором я уже упоминал ранее. Но в Kotlin все немножко изменилось. И там у нас используется не совсем annotation процессор, а его наследник — это Kotlin annotation процессор. Он был доработан с учетом особенностей Kotlin, потому что компилятор не умеет... То есть вообще annotation процессор и парсинг AST, который происходит через Java API, оно не умеет обрабатывать для ксема Kotlin, потому что у нас намного больше стало конструкции, больше сахара и так далее. Соответственно, для этого нужно использовать другие библиотеки. Поэтому появился такой этап, как генерация стабов. Сами стабы лежат в Build Directory. Они являются обычными сигнатурами наших методов и не содержат тела. Плюс содержат все аннотации, содержат константы. И также они содержат сверху над классом такую вещь, как метод data. Это аннотация, позволяющая нам с вами, ну и вообще компилятору понять, что это за файл, какие имена в нем есть, какие методы, сигнатуры и так далее. Дальше, как я уже сказал, все это запускает система сборки. Система сборки может быть любая. В данном случае мы будем рассматривать Gradle, потому что сейчас она стала наиболее популярной. И сам по себе Gradle позволяет нам с вами сделать, помимо того, чтобы просто написать аннотачный процесс, запустить его, сделать его ингриментальным. Что это значит? То есть ингриментальность – это когда у нас с вами сгенерированные файлы не будут перегенериваться, если у нас была соблюдена абисовместимость. В абисовместимость включаются такие понятия, например, как если у нас есть какой-то модуль, он предоставляет какой-то API в виде интерфейсов либо к сигнатур методов классов. И если не меняются названия либо сигнатуры, то в принципе такой файл, который был подан на вход процессора, его перегенерировать не нужно. Даже если тело метода, либо сам класс где-то внутри, что-то в нем поменялось. Есть, чтобы сделать свой процессор, который вы пишете в Java, в Kotlin, неважно, ингриментальным, для этого нужно в директории ресурса MetaEvGradle создать файл incremental annotation processors. И там указать все ваши ингриментальные процессоры, а также выбрать их тип. Есть тип изолированный и агрегирующий. То есть это изолейтинг и агрегейтинг. Также можно это указать через supported options внутри самого annotation процессора. Предлагаю более подробно рассмотреть вообще, что такое изолированный процессор, а что такое агрегирующий. Изолированный, если говорить более простым языком, это процессор, который у нас с вами независимо рассматривает каждый файл, каждый элемент синтаксического дерева, поданный ему на генерацию. И для каждого из этих элементов он генерирует один файл. В отличие от агрегирующего. Агрегирующий может рассмотреть множество файлов и сгенерировать один файл большой, собрав все эти элементы. Что это дает и какая вообще разница? Например, как написать изолирующий annotation процессор. Для этого мы получаем, как я уже сказал, набор элементов синтаксического дерева по аннотации. Это более подробно будет рассмотрено. И фактически генерируем для каждого из этих элементов мы генерируем отдельный какой-то файл. И в данном случае этот тип инкрементального процессора будет самый быстрый. Потому что Gradle будет уверен, что при соблюдении обиссовместимости изменений самих методов у вас ничего не сломалось и не поменялось. И агрегирующий. Агрегирующий. Тут, как я сказал, пример. Мы берем с вами... Создаем какой-то файл в сорсах. Дальше создаем какой-то класс. И вовнутрь этого класса добавляем какие-то методы. Агрегируем все элементы, полученные из абстрактно-синтактического дерева. Но это все накладывает определенные ограничения. Если мы хотим, чтобы инкрементальность была и работала, мы должны использовать с вами для изолирующего процессора всего лишь один элемент, как я уже сказал. И более того, мы должны его запровадить во время создания файла. Это можно сделать, используя java-файлер API. Туда, помимо названия самого файла, передается элемент, для которого этот файл был сгенерирован. И также мы должны принимать все решения на основе доступной абстрактно-синтактического дерева информации об этом элементе. То есть что это значит? Мы более подробно это рассмотрим. Чуть дальше. Фактически мы должны брать конкретный элемент, смотреть, какие в нем есть ссылки, какие у него есть, какое у него есть окружение, и на основе него лишь генерить файл. А не брать какой-то файл из других сорсов, и еще и на основе него что-то туда добавлять. Соответственно, такой тип процессора самый быстрый, еще потому что, когда исходный файл будет перекомпилирован, то есть у него изменится абиссовместимость, тогда все файлы, которые от него зависят, также будут перекомпилированы. Но если этого не произошло, то, соответственно, файл не будет перегенерирован. И то, что, то есть, untation процессор не будет вызываться еще раз для этого. Также, если сам этот файл был удален, то, соответственно, этот файл просто удалится из генерированных. То есть никакого перебилда тотального и вызова еще раз untation процессора не будет. Агрегирующий. Он накладывает немножко другие ограничения. Это, во-первых, аннотация с таргетом класс, что вполне логично. То есть, когда используется аннотация класса, значит, мы берем целый класс, а не какие-то отдельные его поля. Или используют retention runtime. Также мы не можем читать имена параметров методов. То есть, если у нас есть сигнатура методов, мы не можем зависеть от имен параметров. Если мы хотим от них зависеть, мы должны сказать пользователю нашего аннотация процессора, что необходимо передать на вход в параметры аннотация процессора параметр параметров. И тогда нам станут доступны. То есть, мы можем теперь читать в сигнатурах имена параметров методов, как аргументы. Но при этом сам Gradle будет постоянно перегенерировать наш... То есть, он будет постоянно обращаться к аннотация процессору и заставлять его все перегенерировать. То есть, это такое ограничение. Фактически, аргументальность тут теряется. И Gradle всегда будет репроцессить наши с вами файлы. Это связано с тем, что поскольку у нас может измениться один файл, то нужно перегенерировать все. И, соответственно, все наши с вами файлы, то есть, этот файл, который мы агрегируем, другие элементы из абстратных синтактического дерева, он будет каждый раз его запускать. Как минимум, если произошли какие-то изменения, затронувшие бинарную совместимость, то есть, сигнатуры методов либо названия класса. Также оба типа инкрементального процессора накладывают дополнительные ограничения. Это, как я уже говорил ранее, это нам нельзя теперь использовать Tris API. Tris API позволяла нам с вами в Java видоизменять source файлы. Соответственно, мы его использовать сейчас не можем. И это поэтому... Ну, есть ясные причины. Если мы видоизменяем source файл, соответственно, надо все перегенерировать. То есть, тут о инкрементальности речи даже быть не может. Мы не можем использовать никакие другие классы, создающие сайд-эффекты. То есть, мы не можем писать в консоль через что-то другое, кроме как мессенджер. Не можем записывать файлы через файл API из td.lib.java. Мы должны для этого использовать только мессенджер и файлер из processing environment. Processing environment рассмотрим чуть попозже. Нам также нельзя читать ресурсы и нельзя в них ничего записывать. Поэтому, если вы хотите работать с ресурсами внутри вашего проекта, то тут уже будет намного сложнее с тем, чтобы добиться инкрементальности. Какие сейчас есть вопросы на данном этапе? Да, примеры будут. Смотрите, тут можно более то, что непонятно, совсем непонятно, можно написать. В конце об этом более подробно поговорим и рассмотрим более конкретные примеры. Вот. Тогда предлагаю пойти дальше. Давайте рассмотрим annotation processor. Что это вообще такое? Что за зверь? Уже я про него говорил. Говорил про processing environment. И действительно, звучит это все страшно. На самом деле нет. Это довольно просто. И это может делать каждый у себя на проекте. Если, конечно, не боитесь величей скорости билда. Annotation processor, как я уже сказал, это наследник абстрактного процессора в Java модуле. У него сверху все начинается тоже с аннотацией. Мы вешаем такую аннотацию, как supported annotation types. И в нем указываем класс в виде строки, аннотации, которую мы хотим использовать. Дальше мы указываем поддерживаемую версию нашего языка. То есть это может быть Java 7, 6, 8, 9 и так далее. Этого хватит, чтобы написать Java orientation processor. Чтобы он умел работать с Kotlin и генерировал файлы на вход к Kotlin компилятору, для этого нам нужно будет с вами добавить статичную, то есть добавить еще опцию. Это KotlinCaptGenerateOptionName. Эта опция, как KotlinGenerate, говорит GradLU, что данный процессор является KotlinAnnotation процессором. И он у нас с вами будет генерировать сорсы, то есть готовые файлы для Kotlin, которые нужно будет потом обратно подать на вход к Kotlin компилятору. В принципе, в данном случае, если мы такое напишем, процессор уже будет готов и он уже будет работать. Чтобы это проверить, мы можем в Gradle Properties указать GradLU, что нужно отпечатывать все как verbose, и тогда он найдет наш процессор и будет указывать, был ли он запущен или нет. Также, что Java, что KotlinAnnotation процессор, если мы просто хотим его создать, мы должны в директории ресурсов модуля создать директорию мета-инф, как мы указывали для того, чтобы сделать процессор инкрементальным. Создать сервисов, создать файл JavaX Annotation Processing процессор и там написать имя нашего с вами процессора. И тогда Gradle, когда он возьмет модуль, увидит, что в данном модуле указан Annotation процессор и найдет его в этом файле и будет его использовать. В принципе, на этом вот такая часть регистрации и создания процессора заканчивается. Дальше уже начинается бизнес-логик, который мы будем организовывать внутри процессора. Чтобы организовать, нам нужно изучить еще такую вещь, такой основной метод внутри самого процессора, как метод процесс, куда приходит на вход уже АСТ и наши с вами аннотации. Сам метод процесс, он является абстрактным и у нас с вами внутри него на вход подаются аннотации в виде Mutable Set и они обозначены как Type Element. Вот тут стоит немножко остановиться и сказать, что вообще элементы и Type Element это неспроста взятые названия классов. Эти названия, во-первых, они коррелируют с таким паттерном, как Visitor, который мы рассмотрим чуть позже. И все элементы Source, все элементы языка Java, представленные в АСТ, представленные в виде элементов различных. Мы их тоже немножко рассмотрим. Получаем на вход аннотации. Их может быть много, мы можем зарегистрировать не только одну аннотацию, можем их зарегистрировать 5, 6, 7, 8, 10. И каждую из них мы должны отпроцессить. И Round Environment. Как я уже говорил, до этого есть несколько раундов. И узнать, какой сейчас раунд, мы можем с помощью Round Environment. Также сам по себе этот объект содержит всю информацию о элементах, которые сейчас поступают к нам на вход. Как это происходит? Например, сам процесс, метод должен вернуть булевую переменную, говоря еще о том, что сейчас были ли обработаны данные элементы и аннотации. Если true, то были обработаны другому процессору, на вход они не пойдут. Если не были, то они пойдут на вход другому процессору. Либо нам же в другом раунде. Например, если мы дегенерим какие-то файлы. И довешиваем на них аннотации, которые потом дальше будем обрабатывать. Чтобы узнать, что сейчас завершающий раунд и почистить ресурсы, мы можем с вами в Round Environment проверить с помощью метода Processing Cover, что сейчас это завершающий круг. И сейчас мы можем сделать какую-либо чистку. То есть удалить временные файлы, удалить файлы, которые не используются, либо что-то почистить внутри него, внутри самого процессора. И вот тут можно увидеть, как работает Round Environment. Она предоставляет API для того, чтобы собрать по конкретной аннотации все элементы абстрактно-синтактического дерева. Мы вызываем метод GetElements, AnnotatedWith, и выбираем первую аннотацию, потому что у нас она используется всего лишь одна. И дальше мы получаем сет уникальных элементов абстрактно-синтактического дерева. То есть, грубо говоря, это наши могут быть классы, методы, переменные. В Kotlin это могут быть лямбда-выражения, property и локальные переменные также. И по ним мы можем пройти в цикле и что-то сгенерировать. Если залезть в сам абстрактный процессор, как я уже говорил, то есть это абстрактный класс, который имплеменит интерфейс процессора. В нем есть такая замечательная вещь, которая позволяет… Ну, это инструмент внутри процессора, позволяющий нам с вами более удобно работать с генерацией кода, с типами и так далее. То есть, как мы работаем с типами в Java. Ну, то есть, если мы хотим провести какую-то интроспекцию, то есть мы используем Reflection. Reflection, медленный Reflection, может производить множество ошибок. Вот. Плюс мы не можем с помощью Reflection, грубо говоря, создать какой-то, да, там, типа, тип array листа с параметризированным типом T, extends чему-нибудь. А вот Processing Environment содержит утилиты, которые позволяют нам с вами это сделать. Сейчас мы рассмотрим более подробно. Сама Processing Environment – это тоже интерфейс. И внутри нее есть такой замечательный метод, как getOptions. Если кто пользовался Room, Dagger, знает, что туда можно передавать опции. Они указываются у нас с вами в Gradle. Мы указываем там cap, либо annotation processor, и передаем туда определенные аргументы. Это k-value, да, то есть мы теперь на myOptions и какую-то переменную, да, то есть это может быть строка, примитив. И чтобы ее достать, мы обращаемся внутри annotation processor к Processing Environment, к HashMap Options, и достаем нужную нам опцию, и на основе нее можем совершать какие-то действия. Например, можем включать, выключать ингриментальность. Мы можем узнавать, в какой директории лежит файл для ресурсов, например. Мы можем, то есть какие-то параметры, да, дополнительные аннотации, с которыми можно наработать, все это можно доставать оттуда. Месседжер – это аналог системы outprintln, но только в мире annotation processing и кода генерации Java. Что он делает? То есть он сам по себе умеет печатать сообщения. В принципе, на этом вся его задача заканчивается. Но кто помнит, возможно, ошибки даггера, сейчас поймет, как он их генерит. У него есть несколько типов сообщений. Это ворнинги, инфа, дебаг и ошибки. Если мы пишем ошибку, то весь annotation процессор сразу же падает и указывает, что сейчас произошла критичная ошибка. То есть никаких эксепшенов, не нужно ничего делать. Просто пишем error и останавливается генерация процессора. Дальше указываем строку. К сожалению, строка, то есть консоль, она не форматируется. У нее нет переноса каретки, переноса строки. Это нужно добавлять руками. И указываем элемент. И вот тут вопрос к внимательным слушателям. Что за элемент мы указываем? Да, это элемент абстрактно-синаптического дерева. То есть это может быть класс, интерфейс, property, неважно. Если такое сообщение отпечатывает, то мы увидим вот такую надпись в консоли во время билда. И уже, наверное, для многих знакомая вещь, как даггер пишет свои ошибки. Он указывает элемент, в котором он что-то процессил, и пишет ошибка. Например, я не смог найти instance, который проводит для этого компонента какие-то модули, либо еще что-нибудь. Соответственно, мы можем писать такие же красивые ошибки, передавая туда элементы, либо набор элементов. Файлер. Файлер отвечает за операции записи. Он умеет записывать у нас с вами файл сорсов, класс файлы и ресурсы. Также он умеет писать различные директории. Например, как создать файл для Kotlin, который мы с вами запишем в стандартную директорию, которую мы указывали для Kotlin компилятора. Для этого мы в процессе environment файлер обращаемся к методу createResource. Указываем локацию, куда мы хотим. Как я уже сказал, это может быть source output для Kotlin аннотейшн процессора. Это будет build, generated, capped, debug или release, смотря куда мы пишем. Нативные заголовки мы можем генерировать вполне себе. То есть мы можем из аннотейшн процессора генерировать, C++ код. Также можем записывать ресурсы, если нам не важна инкрементальность, и класс файлы. Дальше передается еще одна строка. И в данной строке мы просто указываем package name. То есть если мы укажем определенный package name, будут созданы дополнительные директории. Название файла. То есть это Kotlin, Java файл, может быть ресурс файл. Например, есть хороший для ленивых, скажем так, аннотейшн процессор. Называется автосервис от Google. Он позволяет с помощью аннотации просто зарегистрировать ваш аннотейшн процессор. Он как раз записывает, он создает в ресурс сервис MetaInf этот файл, который мы рассматривали ранее, и записывает название вашего аннотейшн процессора. Все, что он делает. И также, как я уже сказал, туда можно передать элемент, то есть элемент из нашего кода, помеченного аннотацией, для которого был сгенерирован этот файл. Но это нужно для того, чтобы работала инкрементальность, чтобы наш с вами процессор был изолированным. И дальше там различные методы записи. То есть можем открыть в Writer, что-то записать. Следующий очень полезный утилит – это элемент утилс. Он нам с вами позволяет совершать такие маневры, как узнать, например, пакет элемента, преобразовать из имени класса в элемент синтактического дерева какой-либо объект. Например, вот здесь можно видеть, как стринг через канал national name. Также и short name, и обычный names работает. Можем преобразовать строку просто в элемент и уже начинать с ней работать внутри аннотейшн процессора. Также он умеет подхватывать почти все классы из класс пасса. И это действительно круто и очень удобно. Например, если мы работаем со сторонней библиотекой, как сейчас будет у нас в примере. Очень сложная вещь. Как я уже сказал, есть рефлекшн. Внутри аннотейшн процессора используется такая вещь, как types. Types – это, может быть, кто-нибудь видел, когда писал на Java, есть такая вещь, как mirror.api. Вот mirror.api, оно как раз, вот types.utils позволяет нам работать с mirror.api, то есть преобразовывать элементы из абстрактно-синтактического дерева, из elements в mirror.api. И более того, позволяет также генерировать такие элементы. Это нужно для работы с фреймворками кода-генераций, такими как KotlinPoet, JavaPoet. И для работы в целом. То есть это сильно прощать работу, потому что писать что-то руками не всегда удобно. Плюс, например, с дженериками просто так работать не удастся. И вот как раз пример с дженериками через type.utils, как это будет работать. То есть мы берем, обращаемся в processing environment, достаем type.utils и хотим взять тип type mirror. Для этого мы передаем туда элемент на вход. Здесь в данном случае был array list, который мы взяли через getTypeElement. Он у нас будет без дженерика. И через type.utils мы можем сделать wildcard. То есть я не представляю себе, как это сделать через reflection. Я могу это написать руками через строку. Но это когда мы обработаем через type элемент, тип сотрется. Мы берем, например, создаем array list, где будет элемент, ковариантный к array list. То есть неизвестный тип extends array list. Если говорить о втором парамере, то есть это в первом парамере extends, во втором это будет супер. И на выходе, если мы отпечатаем потом этот класс через мессенджер, мы получим вот такую вещь, что действительно здорово. То есть это очень удобно и не нужно... То есть можно наклепать себе множество вспомогательных функций с помощью этого и их уже в дальнейшем использовать. Есть ли какие-то сейчас вопросы на данном этапе? Я специально сделал чуть побольше секции с вопросами, чтобы мы могли более подробно обсудить, что непонятно. Потому что в целом тема такая, она без практики действительно сложная. И может быть, если будет чуть больше теории понятно, то дальнейшие примеры, которые мы будем рассматривать, так же, как будут лучше отпечатываться в голове, плюс пример с гитхаба, который вы возьмете, будет проще разобрать и потом модифицировать под себя. Вот, да, пока непонятно, как это использовать. Сейчас посмотрим. Да, то есть это использует Dagger. Это использует Dagger, это использует Lombok. В принципе, для тех, кто не знаком немножко с Java модулями, расскажу, что в Java, что в Android модулях, есть такая вещь, как директория, как ресурсы. То есть просто указывается, в Gradle указывается, что у вас есть папка ресурсов и все. То есть есть src, а есть ресурсов. И вот в этой директории ресурсов нужно создавать директорию meta-inf. Более того, в этих ресурсах может лежать только meta-inf, там могут лежать различные ассеты. Например, если вы пишете игру, то все ассеты будут лежать именно в директории ресурса. Например, бэкэндеры любят на спринге складывать в директорию ресурса какие-то конфиги. У нас в Android более принято складывать различные XML-ки, дроулы и так далее. Вот. Это обычная директория просто в Gradle. Это статические файлы, которые компилируют, которые запаковываются вместе с вашим джарником. Их можно потом отдельно достать и посмотреть. Но это справедливо только для, опять же, Java-модулей. Так. Ну, вопросов больше нет. Предлагаю пойти дальше. Вот. Сейчас мы рассмотрим такой паттерн, как visitor. Это паттерн из банды четырех. Он у нас с вами позволяет добавить операцию в иерархию элементов, фактически не изменяя элементы. Звучит это непонятно и страшно. Сейчас объясню. На самом деле все довольно банально. У нас есть какой-то элемент. Да. Кстати, именно в классическом паттерне он так и называется элемент. И не зря это название было выбрано. Так. Про супер не очень понял. Потом отвечу. Я просто уже начал про визиторов. Вот. И, наверное, будет более... Если будет более подробный вопрос, я как раз смогу ответить. Так. Да. Есть элементы. А. Супер как сделать. Я понял, про что супер. Про реалист. Extends. Это нужно в первом параметре вайлкар-тайпа передать нул, а во втором указать тип. То есть просто поменять их местами. Вот. И тогда оно укажется как супер. Вот. Элемент. У нас есть иерархия этих элементов. Да. Есть различные их имплементации. И чтобы не добавлять в иерархию, то есть всего дерева, какой-то метод и какое-то дополнительное поведение для каждого элемента из каждого наследников, придумали такой паттерн как визитор. Как это организовывается? Смежными возникает связь. Это связь на уровне конкретных элементов. То есть у нас есть элемент, как я уже сказал, да, иерархия. Да, там элемент implementation, супер элемент implementation, executable элемент implementation и так далее и тому подобное. И есть различные имплементации визиторов для каждого из этих элементов. Внутри визиторов определяются методы visit. И на вход перегружат, то есть у нас идет перегрузка. И мы указываем, какой конкретный элемент сейчас посещает. И для каждого из этих элементов описываем какое-то дополнительное поведение. То есть мы через публичное API нашего с вами элемента можем что-либо с ним сделать и что-нибудь там написать, либо что-нибудь ввести в консоль, записать в какой-нибудь файл. Можно обращаться к публичным полям и изменять состояние данных объектов. И все, что мы делаем в иерархии, то есть мы в сам класс элемента добавляем метод accept. И не описываем для каждого элемента, то есть для каждой имплементации, не описываем уже поведение. А все поведение делегируется в конкретной имплементации визиторов. И это действительно спасает иногда ситуацию. Проще добавить один метод с копипастить в 100 классов, чем в каждом из них залезть и что-то написать. А потом еще это отдельно дописывать тестами, покрывать и так далее. Здесь все будет работать на перегрузках, и это очень удобно. Как это в конечном итоге заработает? То есть берется элемент, берется асепт и кидается конкретный визитор. Визитор, более того, может быть любая имплементация визиторов. Соответственно, за счет того, что у нас динамическое связывание внутри, может быть разный различный метод визит, либо через switchcase обработан, что сейчас посещается, какой класс, и вызван дополнительный нужный метод с конкретной имплементацией. Если говорить о аннотейшн-процессоре, то вообще все лучше в нем внутри делать и приводить всю инроспекцию с помощью как раз визиторов, которые предоставлены внутри Javax API, аннотейшн-процессора. Как это заработает? То есть мы создаем какой-то класс, называем его visitor. У него на вход будет два параметра. Это входной параметр и исходящий параметр. Соответственно, они... У меня здесь опечатка. Они будут... А вот параметр нам будет возвращен в результате. В виде, как я указал, visitor string int, out параметр будет возвращаемый, int будет принимаемый и передан дополнительно в метод accept. То есть никаких ограничений на метод accept нет. Вы можете передать все, что угодно. Также, когда вы вообще реализуете паттерн visitor, можете делать абсолютно то же самое. Соответственно, здесь по сигнатуре можем увидеть, что при посещении типа у нас входной параметр in и исходящий out. Здесь у меня опечатка, к сожалению, поэтому, может быть, возникнет небольшая путаница. Но вот возвращаемое значение — это тип out. То есть мы должны вернуть обязательно string. И, в принципе, особенность visitor в данном случае заканчивается. Но здесь есть такой нюанс, что сам по себе элемент visitor внутри Java к SAP дает нам с вами такие вещи, как visit type. То есть мы можем посещать конкретный тип. Например, это может быть парамеризированный какой-нибудь тип и так далее. Его параметр, который поступает на вход. Executable элемент. То есть это могут быть методы, я, кстати, не знаю насчет лямбда выражений. Нет, скорее всего, они не будут. Это executable, это методы интерфейсов, абстрактных классов, наших с вами классов и так далее. Visit variable — посещение наших с вами полей и пропертей. И через этот visit variable элемент, например, можем узнать, что данное поле является константным и достать его значение. Visit unknown сделан для обратной совместимости. То есть разработчики annotation процессора, то есть ребята из Oracle предусмотрели, что в принципе могут добавляться новые синтактические конструкции. Например, как в 8 Java неожиданно добавился дефолтная имплементация для интерфейсов. И как раз если у вас старый annotation процессор, он не упадет, и visitors работает, и он посетит... То есть элемент, который посещается сейчас, упадет в visit unknown. Также visit — как раз классический метод, и именно метод visit уже определяет, какой конкретный элемент внутри элемента visitor нужно дернуть. Это visit type, visit type параметр, executable и так далее. У него есть две перегрузки. Это перегрузка с входящим параметром и без входящего параметра. И посещение пакета непосредственно, потому что пакет внутри абстрактного синтактического дерева также является его элементом, и он также может быть посещен и обработан внутри данного visitor. Сейчас такой вопрос может быть... Как вы думаете, в какой из этих методов, например, даггер, когда мы пишем интерфейс и делаем метод provides, какой из этих методов у visitor вызывается? То есть у нас тут есть варианты, да? То есть мы можем, кстати, inject еще и в поля, например. Если у нас будет вызван inject на поле, будет visit variable вызван к данному элементу, когда мы заапплаим данный visitor. Соответственно, для даггера будет, если мы пишем в интерфейс, описываем и пишем метод provides, будет вызван метод visitexecutable. Ну, наверное, по visitor здесь больше нечего сказать, и предлагаю сейчас это еще раз обсудить. То есть есть ли какие-то вопросы на данном этапе? Может быть, что-то непонятно по самому паттерну, что-нибудь непонятно по visitor, да? Какие конкретно методы когда вызываются? Ну, executable – это, значит, хороший вопрос. Именно с точки зрения проектирования это более правильное название. То есть есть visitexecutable, есть visitexecutable as method. Это еще дополнительный метод внутри конкретных реализаций визитеров внутри Javax. Ну, значит, что этот элемент содержит в себе информацию о возвращаемом значении и принимаемых значениях. То есть мы более конкретный пример, как раз executable, рассмотрим дальше. Вот, то есть он содержится в себе именно сигнатуры определенные, возвращаемые параметры и принимаемых значений. Вот, именно поэтому executable. То есть его можно вызвать. Так, ну, если будут какие-то вопросы, предлагаю потом рассмотреть их. Возможно, их появится еще больше с того момента, когда мы уже перейдем к более конкретным примерам. Здесь по двум QR-кодам вы можете скачать, точнее, посмотреть документацию по KotlinPoital. Можете ее себе сохранить. Вот. Да. К сожалению, я прям все API пересказывать не буду. Это бесполезно. У них очень хорошая документация. Плюс есть JavaDoc. Плюс на конкретных примерах это все рассматривать намного проще. Предлагаю посмотреть, зайти на мой GitHub. Там сейчас есть репозитория в публичном доступе. Кто сейчас на компьютере может скачать проект, либо прямо с GitHub читать. Это процессор, который мы сейчас будем частично рассматривать. И по нему будет такое дано формальное задание, которое вы по желанию можете сделать. Как дополнительно, либо использовать его как основу, этот процессор, как основу для генерации каких-то своих идей. И более подробно рассмотрим, какие идеи могут быть. Так. Ну, я думаю, сейчас я сделаю немножко иначе. Чтобы было проще, я скопирую это в чат. А для Kotlin Poeta я скидываю документацию в чат. Кто с мобильника, тоже можете посмотреть. Будем обсуждать сейчас это все. И, соответственно, обсудим вообще сам процесс генерации. Вот. Предлагаю начать. Как раз, как примите это к практике? Все мы знаем, что есть такой замечательный фреймворк, как Retrofit. К сожалению, для многих было удивлением, что Retrofit работает на Reflection. Reflection — это не очень быстро, это медленно. Да и вообще в целом можно было бы написать какой-нибудь свой менеджер для запросов. И добавив в него все то же самое, что было в Retrofit. Например, на своем проекте я бы сделал именно так, потому что я велосипедостроитель и люблю это делать. Достаточно изучить Retrofit, как он работает, какой в нем есть API, сдублировать его и просто переписать на кодогенерацию. Это, во-первых, хорошая вещь для портфолио. Во-вторых, это очень хорошая вещь для практики. Работа вообще с кодогенерацией. И работа с типами, и вообще изучение всей этой темы, потому что это более глубокая тема, нежели просто сгенерировал код и используешь. Фактически мы пишем с вами свой компилятор, а тут уже идет теория вычислений, работа с синтактическим деревом, генерации самого кода. Возможно, даже можно написать свой собственный язык внутри Java на основе annotation processing. У меня был какой-то, ну, то есть я написал какой-то сервис, использовал аннотации get из Retrofit и использовал OKCTP-шные колы для того, чтобы просто прочекать, что вообще все это работает. И добавил свою собственную аннотацию, это Retrofit сервис. Именно по этой аннотации у меня мой annotation процессор и работает. Как видели раньше, я эту аннотацию регистрировал. Она лежит в отдельном модуле, который подключается и в annotation процессор, и также подключается к проекту, где используется данный annotation процессор. То есть, например, в Dagger это называется Dagger-компилятор. Более так пафосно. Я создал маркерный интерфейс, чтобы удобнее было работать с типами. И, соответственно, уже были определены какие-то методы, да, где я указал напрямую get-запрос. Если я писал бы чисто на Retrofit, я бы создал Retrofit Builder, указал бы Base URL, указал бы там Converter Factory, указал бы дополнительно еще кучу-кучу всех вещей, но я их планирую давать в свой annotation процессор позже. В чем разница моего annotation процессора и вообще фреймворка Retrofit? Ну, то, что у меня все сервисы будут сгенерированы на момент компиляции. Скорее всего, виды изменяться они не будут. Вот. Наша с вами задача, это на Retrofit сервис пойдет на вход нашему процессору. Наша задача взять вот этот метод, достать из него аннотацию get, достать вот этот URL и сгенерировать, то есть заимплементить целиком весь этот интерфейс. Как это будет применяться на практике? Ну, то есть здесь очень простой код, просто для того, чтобы это работало. Все знают, есть такой минус у Dagger, как того, что увидеть сгенерированный файл, и мы должны заребилдить проект. Вот. Это не очень удобно, я поэтому решил немножко читерить и сделал такую вещь, как сервис-холдер. Он дополнительно получается в виде API. Он синглтон, да, как в принципе, ну, мне так было бы удобнее. Я в нем, грубо говоря, собирал все свои сервисы. И через getService я мог спокойно доставать конкретную имплементацию сервиса. И мне ничего ребилзать не нужно. Я это сделал хитрый, я просто внутри него использовал одну строчку с рефлекшеном создания инстанса дополнительного класса, который я также генерирую. И его можно увидеть в проекте, в методе процесса. Это класс init называется. Вот. Как раз через init туда, в сервис-холдер попадают все сервисы. Кто сейчас смотрит исходники, там сделано это довольно просто. То есть я фактически на момент создания данного объекта добавляю просто все, вызываю init-блоки, да, то есть блоки генерации инстанса класса, и внутри них добавляются уже все сервисы, которые были сгенерированы. Сам init я тоже генерирую отдельно. GetService. Все типа безопасно. Здесь нулабельность, но я в первый раз сделал unwrap, потому что мне было так удобнее для примера. И достаю уже конкретный сервис. Могу его сохранить и где-то дальше использовать. И уже вызывать на нем конкретные методы. Вот. Сюда же можно добавить конверта-фактори, как, например, это было сделано в Retrofit. Добавить call-фактори и ее использовать, например, чтобы работал нестандартный, да, там, менеджер запросов асинхронных внутри OKHttp. То, что я писал на основе OKHttp, потому что, ну, самый простой, как бы, фреймворк сейчас для запросов и один из самых быстрых. Соответственно, это намного проще. И так выглядит более понятно. Плюс ничего не нужно перегенерировать. Плюс здесь всего лишь одна строчка рефлекшена. Вот как пример использования аннотейшн-процессинга. Также его можно использовать как линтер, использовать для генерации комментариев, для генерации тестов, использовать для генерации, например, таких вещей, как парсинга DTO. Например, Gasson, да, работает через unsafe API, плюс там reflection, плюс за это в код и множество ошибок. Он не умеет с дефолтными параметрами, например, работать, что не очень удобно. Да, можно писать свой фреймворк, который будет генерировать парсинг DTO, класс для парсинга DTO в момент компиляции. И, соответственно, мы можем тем самым избежать множества ошибок. И это действительно будет намного удобнее. Да, и здесь вот просто я регистрирую callback для NQ, чтобы получить результат. Как результат, как я уже говорил, в build-generated в Sources, в капте, будет лежать в директории debug сервисы, которые я сгенерировал, точнее конкретно имплементации их, и сам файл init, который их умеет загружать внутри сервис-холдера. Вот, сервис-холдер подключается к отдельной библиотеке. Чтобы это все сделать, мы уже посмотрели, да, как достать элементы все из абстрактно-синтактического дерева, из round environment с помощью нашей аннотации из elements. И дальше мы, как я уже, да, мы смотрели, for each, по ним можно приближаться. И тут начинается самое интересное. Процесс генерации. Сам по себе. То есть мы получаем на вход интерфейс, потому что у нас аннотация класс. Помечено. Вот. Соответственно, сам интерфейс помечен аннотацией. Но у него есть такое поле, как enclosed elements. К ним мы можем обращаться спокойно и их тоже рассматривать. Enclosed elements — это такие же элементы абстрактно-синтактического дерева. То есть сейчас, если говорить более понятно, у нас есть какая-то нода у дерева, и у него есть ответвление. И вот по всем этим ответвлениям мы можем пройтись и понять, что это за тип. И в данном случае нас интересуют только методы. Вот. Мы по ним проходимся. Смотрим, что за тип данного элемента. И если это метод, тогда мы ассептим наш метод visitor. Вот. В данном случае это все. Сам этот метод visitor мы и будем использовать для генерации непосредственно кода. Все, что выше в коде вы сейчас можете видеть, кто смотрит исходники, это все подготовка, чтобы был правильно сгенерирован файл. А основная логика именно здесь. Все, что выше предлагаю, это уже работа с KotlinPoet и работа с его API. Сейчас более подробно ее рассмотрим. Чтобы создать файл в KotlinPoet, который потом запишется в Sauer директорию, мы обращаемся к такому классу, как FileSpec, вызываем у него Builder, и передаем это Package, и название нашего класса. Это намного проще, чем делать это фактически через файли API. Но сам по себе FileSpec во время записи, когда мы будем ее использовать, добавит в… то есть скажет… ну вообще укажет в информацию, запишет этот файл и скажет, что нам работал все элементы, которые мы использовали. Но мы с вами использовали какой-то сервис, это был интерфейс, и нам тоже, если мы хотим, чтобы наш процессор был изолированный, нужно его запровайдить. Чтобы это сделать, придется отойти немножко от нашего с вами KotlinPoet, этого замечательного фреймворка, и опуститься чуть пониже на уровень, использовать файли API. Сам по себе FileSpec также может в файл добавлять классы, объекты, константы, и очень важно, он умеет добавлять импорты. Какие-то импорты он умеет расставлять сам, но какие-то импорты, например, из сторонних библиотек, которые есть в нашем ClassPass, но он их найти не может, мы должны указать вручную. То есть мы указываем в первой строке пакедж, а второй — имя класса. Либо мы можем из одного и того же пакеджа импортировать несколько классов, например. И это тоже очень удобно. Чтобы добавить в наш файл Spec, класс, мы должны обратиться к такой вещи, как TypeSpec. TypeSpec позволяет нам сгенерировать класс, объекты и так далее, различные типы. Вот. И в данном случае вызывается класс Builder, указывается такое же название, как имя файла, и добавляется в него суперинтерфейс. Это интерфейс, который мы как раз имплементим. И здесь очень интересная вещь — это такой метод, как класс Name, потому что сам Kotlin Point работает с такой абстракцией, как Name, TypeName. И нет, к сожалению, простого способа, точнее есть, но он заключается в виде того, что подключение отдельной сторонней библиотеки для Kotlin Point, который умеет преобразовывать элементы абстрактно-эсидактического дерева, либо TypeMirror элементы в TypeName Kotlin Point. Но можно сделать по-простому, не приключая библиотеку, взять класс Name, вызвать у него метод BestGuest и указать просто название класса. И он сам его туда добавит, как суперинтерфейс, и добавит импорт. Вот. Что действительно, что очень удобно. Раньше были такие экстешны, как ToType, точнее, да, ToTypeName, но сейчас они уже задеприкейчены, их все еще можно использовать, в дальнейшем они будут просто выпилены, потому что, как утверждают создатели Kotlin Point, в данном случае тоже тот же наш, всеми любимей Джейк Вартон, он утверждает, что из TypeMirror и из элемента API очень сложно достать полную информацию. Для этого нужно использовать отдельную библиотеку. Вот. Но это все тоже пока что работает. То есть какие-то очень сложные типы, скорее всего, действительно, из-за них будут возникать ошибки. Чтобы добавить инициализирующий блок, как, например, было в классе init у меня, я добавляю инициализирующие блоки, нужно добавить, вызовмет, addInitLizerBlock и просто передать так код блок. Код блок — это та вещь, с которой, в принципе, при генерации кода в основном придется и работать. Мы его тоже рассмотрим. Когда файл был создан, мы можем добавить туда наш класс, именно класс данного сервиса, и вызвать build, потому что мы работали все это время с Builder. И потом очень просто записать в Processing Environment через write2, просто передав туда файлер. И, в принципе, это сработает. Но если нам нужно будет передать, как я уже сказал, для изолированного процессора отдельный элемент, чтобы не было ворнингов, и процессор стал действительно ингриментальным, то есть он стал… Он был изолейтинг-ингриментальный процессор, и работал ингриментально, и Gradle правильно отрабатывал, ничего не перегенерировалось. Для этого нужно будет создать вначале ресурс, как Kotlin, файл с экстеншеном, и записать уже сам файл непосредственно туда, передав туда конкретный элемент. И кодблок. В документации указано намного больше примеров работы с кодблоками, но на самом деле действительно очень интересная вещь. Сам по себе кодблок очень простая вещь. Там можно добавлять… Можно просто описать его. Он его сам заключит в фигурной скобке. И здесь через тройные кавычки, чтобы было удобнее работать с переносами строк, можно писать любой код. Вообще любой. Можно писать код, либо использовать такие вещи, как placeholder. Внутри… Это очень похоже на Java формат. У них есть свои типы. Это имя, константные строки, примитивы, классы, типы. Вот. Это все можно использовать. Кодблок просто пишет снег процента и указывается, какой placeholder здесь нужно сейчас заиспользовать. И передаются в виде вараргов туда элементы, в каком последствии их нужно подставлять. Здесь я подставляю наш сервис и сервис implementation. Их имена. То есть это просто имена из элемента tools. Я могу взять name. Он мне вернет объект типа name и сюда его подставит сам. Он отлично с этим работает. И весь код этот применится. То есть основная задача во время кода генерации – это именно работа с типами. И вот тут все это можно очень легко сделать. Также в кодблок можно добавлять стейтменты. То есть это непосредственно наше с вами выражение, которое мы пишем в языке. То есть можно написать самому множество строк, можно каждую строку добавить в виде отдельной строки. Сам по себе Kotlin Poet, чтобы работать со своим собственным API, предоставляет такие замечательные экстеншены. Вообще, то есть Kotlin API – это как parentized by. Как мы видели, можно через type utils создать тип какой-нибудь с дженериком, либо сделать тип extends. А здесь можно использовать элемент parentized by, указать, какой тип мы используем. И он этот лист parentализует этим типом и будет его тоже везде подставлять. Например, mtarray, да, то есть как в виде класса sTypeName можно использовать. Но, к сожалению, сейчас вот этот экстеншен работает только на класс, но с element utils и с mirror api эти экстеншены все задепритетчены. И как, например, создать property нашего с вами класса. Это создается property spec. Внутри property spec создается builder, указывается имя property и тип данной property. И также туда передается инициализирующая property, которая будет в изда из конструктора. и просто вызывается build, а дальше property добавляется в сам класс, точнее в конструктор нашего с вами класса. В целом по api это все. Сейчас мы дальше перейдем уже, например, как я генерил самая простая, как была загенерирована самая простая реализация для сервисов с помощью OKHTP. Есть ли какие-то вопросы сейчас на данном этапе? Так, ну, если вопросов нет, я думаю, что, возможно, они появятся позже. К нам сейчас будем рассматривать более конкретный пример. Визитор, который я написал я для того, чтобы обрабатывать методы интерфейса, помеченные аннотацией get. Тут винегрет от всего. Сейчас рассмотрим это более подробно. На самом деле, как мы уже обсуждали, здесь идет такая вещь, как уже готовый я наследует от готового элемента. Это simpleElementVisitor класс, который уже есть в пакете Javax. У них есть различные версии. Шестая, седьмая, восьмая, девятая. Как мы уже видели, на вход я ничего не возвращаю, но на вход принимаю TypeSpecBuilder, потому что мне нужно сгенерировать, дополнить класс различными методами, который будет сгенерирован от этого элемента. На вход передаю processing environment, потому что мне нужны все утилитки. Если я буду знать, что мне конкретно будет в конечном итоге нужно в этом визиторе, я просто передам уже конкретный TypeUtils, либо элемент Utils, либо там месседжеры и так далее. На входе я получаю executableElement, потому что я обращаюсь в методе accept к элементу, который является методом. Методом моего интерфейса. И вторым параметром я получаю TypeSpecBuilder, который я передал в методе accept. Дальше в TypeSpecBuilder мне нужно просто добавить функцию и создать реализацию какую-то простейшую. Для этого я добавляю в класс, то есть это класс, добавляю туда funSpec, addFunction, через метод function создаю builder. И из executableElement, вот уже был вопрос, почему executable, я беру его имя. Это имя моей функции. Дальше добавляю метод override, потому что мой класс имплементит данный интерфейс. И codeInpoint в данном случае дает возможность не руками все это приписать, не аннотацию расставить, а просто добавить модификатор override. И указываю тип возвращаемого значения. Тип возвращаемого значения, опять же, я использую класс nameBestGuest, а тут я делаю хитрую вещь, преобразование типа через TypeUtils. Объясню почему. Потому что сам по себе returnType, из него вытащить имя очень сложно. И проще всего сделать это именно таким способом. Я беру TypeUtils, asElement, беру первый параметр, беру его возвращаемое значение данного мета, оно может быть вполне себе unit, меня это абсолютно не волнует. Вот. И беру simpleName и делаю ту стринг. И тут происходит магия на самом деле, потому что сейчас KotlinPoet понимает, что тип возвращаемого значения это call, а то к HTTP. И он его берет как класс и подставляет. И здесь идет преобразование из TypeMirror в элемент абстрактно-хитектического дерева, который можно в дальнейшем использовать. И дальше я просто добавляю код реализации данного метода. В виде код блока. Можно написать просто off, можно добавить statement. Я особо как бы в первой своей реализации, скажем так, в MVP, я особо не напрягался насчет производительности. Я просто создаю новый OKHTP клиент, делаю call, создаю request builder, беру строку и вызываю метод build. И все, у меня уже готовая реализация метода. Но самое интересное, что мне нужно как-то достать из аннотации ретрофитовской аннотации, достать значение константное, которое сохранено. И здесь я обращаюсь опять же к executable элементу. И внутри него есть такая вещь, как annotation mirrors. То есть это annotation mirrors содержит в себе массив всех аннотаций, которые присутствуют в данном классе. И тут я беру не нулевую аннотацию, а первую аннотацию. Вопрос, может быть, кто-нибудь догадается, если я пишу на Kotlin, это KotlinWay, почему именно первую я беру? Кто помнит сигнатуру, там метод call возвращается, ненулабельный. Ну, дам подсказку. Да, на самом деле, поскольку сам метод ненулабельный, он возвращает... У него также у этого метода есть аннотация notNow. И, соответственно, если я возьму нулевую аннотацию, это будет аннотация notNow, и я из нее не достану никаких значений. А первая аннотация, та, которая мне нужна, это ретрофитовская аннотация. Дальше я могу обратиться ко всем значениям данной аннотации. После того, как к ним обращаюсь, я просто беру массив элементов values, прохожусь по ним в цикле, неважно, ищу нужное мне значение по типу, потому что он также параметризированный. Это annotation value mirror. И беру уже конкретные значения в виде типа any. И подставляю сюда, и KotlinPoet любезно кастует мне все это к строке и добавляю сюда URL. В целом, на этом вся реализация annotation процессора заканчивается, и это уже начинает работать. Довольно все просто. То есть здесь нужно немножко изучить документации по самому KotlinPoet, что просто не тыкаться каждый раз и не пытаться найти какие-то элементы. Нет, к сожалению, он всегда будет иметь значение, но да, это можно сделать. Например, таким способом вы можете указать в support annotation аннотацию любой библиотеки на самом деле. Например, я мог спокойно указать, что я поддерживаю аннотацию get от Retrofit'овской библиотеки, и если бы я ее находил, то мне не приходилось бы искать именно нужные, ну, то есть не приходилось бы проходиться по синтактическому дереву, искать элементы дочерние от моей ноды и сразу бы доставать нужный метод и по нужной аннотации, которая мне сейчас пришла. Вот. И это было бы намного удобней. Я согласен, да. То есть также можно сделать просто find. на самом деле, и через kind, да, то есть узнать, посмотреть, что тип данной аннотации соответствует нужной нам аннотации. Вот. Также можно пройтись по element values, да, найти просто нужную аннотацию и ее использовать. Тогда, конечно, последовательность не будет иметь значения вообще никакой, да, то есть в любую последовательность не расставляете их, они будут работать. То есть для этого просто необходимо проверять тип данной аннотации. Благо все эти типы в абстрактно-синтактическом дереве у нас есть. Так, по поводу публичного API annotation processing, к сожалению, нет. Это публичный API. Он просто такой вот так вот сделан. И да, действительно, это не очень дружелюбный синтаксис с такими типами и действительно в первое время. А еще он не документирован. То есть документирован метод процессора. Немножко документирован processing environment, но на этом все заканчивается. Kotlin Poet, к счастью, очень хорошо документирован с кучей примеров, как я уже скинул. И с ним очень удобно работать. И более того, Kotlin Poet можно использовать не только в annotation processing, его можно использовать где угодно. Так, еще какие-то вопросы на данном этапе? Ну, предлагаю двигаться дальше. Уже сейчас идем. Уже конец, завершение. Вот, да. Давайте подведем определенные итоги, которые, ну, вообще мы с вами… Ну, вот изначально, да, у нас нужно было рассмотреть, что такое кодогенерация. Изучить, как происходит процесс кодогенерации, несмотря на то, что это действительно очень сложная вещь. Изучить, какую роль сыграет система сборки Gradle, библиотеки Kotlin Poet и конкретный пример генерации кода. И напишите, пожалуйста, в чате, все, кто сейчас есть, как вы думаете, каких целей удалось достигнуть, каких не удалось достигнуть. и почему мы не достигли определенных целей, которые были поставлены. В целом, я пока все пишу, буду вводно говорить. Да, на самом деле, если подводить итоги, сам процесс кодогенерации довольно сложный процесс. Он предусматривает в основном это не просто изучение документации, потому что документация по фреймворкам, которые позволяют генерировать код, ее много, и она, в принципе, действительно довольно понятна и с множеством примеров. Само же API annotation процессор и processing environment и mirror API, оно не очень документировано. С ним действительно работать сложно. Самая простая вещь это изучать исходники. Изучать исходники это действительно очень полезно, помогает в дальнейшем разбираться, искать какие-то новые способы, с помощью которых можно сделать что-то иначе. Например, я раньше array list extends, неизвестный тип extends in, extends number писал руками. Оказывается, потом посмотрел примеры в ламбоке, как это делается, посмотрел примеры в даггере, как это делается, посмотрел примеры других annotation процессоров, понял, что это можно делать намного проще и менее болезненно через type utils. И действительно, это бы, если бы там три года назад я бы полез сразу в исходники копаться, когда писал свои первые annotation процессоры, это очень сильно сократило бы мне время. То же 3s API, оно как раз не является публичным, оно не документировано, хотя его можно использовать. Процесс кода генерации в Java и Kotlin отличается как раз только генерацией стабов. И он сам по себе связывает немножко руки, но с другой стороны позволяет нам с вами примить инкрементальность. Gradle – это просто все, что рулит всем этим процессом, дергать нужные классы, объекты, которые мы используем. И Kotlin Poet – библиотека, действительно позволяющая очень легко это сделать. Те, кто пишет на Java, еще могут посмотреть Java Poet. Эта библиотека также отлично документирована и предоставляет даже API чуть пошире, чем Kotlin Poet. И конкретный пример генерации кода, я думаю, что кому будет интересно, его посмотрят. И кто хочет дополнительно какое-то задание для себя как челлендж, я предлагаю, во-первых, оптимизировать все это безобразие, которое там происходит. В первой оптимизации нужно будет убрать создание клиента, то есть у нас есть клиент. на самом деле, я думаю, что вы бы изучили исходники, написали пару простых примеров и потом просто выводы писали и сделали бы, наверное, даже лучше, потому что уже было больше новых инструментов. Это как бы при первом взгляде это очень сложно, да, то есть я этим занимаюсь там три года уже. Соответственно, я там свои домашние процессоры пишу для pet project и так далее. Соответственно, у меня уже есть опыт, да, и мне чуть попроще в этом ориентироваться. Но когда первый раз ты видишь, это действительно очень дикий зверь. Соответственно, вот, что можно делать с этим процессором? Это убрать создание клиента и вынести это в отдельное поле, вот, так что, либо вынести его в статику, как кому удобнее. Добавить параметры для get-запроса, query-параметры можно через тоже аннотации это сделать. Также сделать данный, это прям челлендж, сделать данный процессор, он сейчас агрегирующий процессор, но его можно сделать типом изолейтинг. Это действительно очень несложно там делается, но нужно будет подумать и кое-что перепроектировать. И тут нужно будет на самом деле давать еще один раунд. Вот, и в этом раунде передавать нужный type-элемент, по которому генерится данный класс init. И все, данный процессор станет изолированным и будет очень быстро работать, и будет соблюдена вся инкрементальность. Вот, также дайте подъем небольшие выводы. Напишите в чате, что успели изучить, вообще в целом, как вам материал, стоит ли еще, может быть, более подробно рассматривать коды генерацию, по Java. Вот, что бы хотел изучить дополнительно. Ну, дополнительно, кстати, я дам большой список литературы, где можно начинать копать. То есть, там и будет общая литература по теории, и будет также конкретные примеры, где можно начинать смотреть код. Ну, кстати, если начинать, да, к сожалению, формат бы иначе очень сильно растянулся, да. Возможно, стоит добавить больше информации, а по каким пунктам можно было бы, как вы думаете, добавить больше информации. Может быть, что-то опустить, какую-то информацию, что-то... это, к сожалению, сложно. А, кстати, да, то есть, это можно дебажить самостоятельно в дальнейшем. Есть решение на Stack Overflow, как продебажить любой антейшн-процессор. То есть, вы можете скачивать исходники любого антейшн-процессора, в том числе даггера, и просто дебажить его. И смотреть, как все это происходит, где, куда, какие обращения. Вот, анимируйся алгоритм. Ну, можно попробовать. Спасибо за идею. Я думаю, что действительно, возможно, это получится сделать в дальнейшем. Так, и теперь список литературы, который... откуда стоит начинать? Во-первых, прежде всего, если хотите, не... То есть, кто предполагает, что, ну, в целом, писатель антейшн-процессор планирует, может быть, на проекте уже есть, и он сильно замедляет скорость билда, и он не является, скажем, ингрементальным. Можно почитать документацию, как сделать свой процессор ингрементальным. В принципе, я уже об этом рассказал, но в Gradle есть более подробная об этом информация, и как какой тип ингрементальности влияет. Вот, но, опять же, там довольно все сжато, то есть, тут я уже на своих личных примерах все это проверял. Документация по Java annotation процессору это публичная API, она описана в API Javax, с шестой версии, можно начинать ее смотреть, но актуальна, наверное, к нам восьмая и девятая. Вот, нужно почитать, что такое вообще интерфейс процессор. И вот именно в интерфейсе процессор в JavaDoc описано уже как, что, с чем работать. Очень рекомендую для тех, кто в дальнейшем будет писать на Java, это очень актуально, свой annotation процессор, посмотреть старые версии Lamboko, когда он запускал annotation процессор и видоизменял сорсы. Вот, также можно посмотреть исходники Butterknife и Dagger. почитать доку по капту. Например, это пригодится, если у вас на проекте есть annotation процессор, который уже подключен, например, румовский, и у вас будет задача делать его ингриментальным. Это делается очень просто. Нужно просто передать туда в капт, как мы уже видели, options, он эти options возьмет, и нужно будет соблюсти определенные требования для того, чтобы он был ингриментальным. В принципе, все. По книгам. Вообще, все это основывается на такой вещь, как компилятор. То есть, по факту, мы пишем свой мини-компилятор как дополнение к основному компилятору. Вот. И здесь стоит изучить такую книжку, как компилятор принципы технологии инструментария от Ахо Ульман и Лам. Вот. Честно сказать, я осилил эту книгу с трудом, но она мне дала очень много полезной информации в целом, как это работает, как это правильно организовывать, как это нужно проектировать и что с этим делать. И также есть такая замечательная книга, как «Теория вычислений для программистов» от Тома Стюарта. Она вся написана на Руби, то есть там все примеры с Руби. Но Руби довольно простой язык, но там очень простым языком вообще показывается, что такое выражение, что такое конечные автоматы, что такое недетерминированные конечные автоматы, какие бывают семантики, как с этим работать. В целом, на протяжении всей книги вы пишете свой мини-язык. Вот. И с помощью, после этой книги, писать вообще и понимать, что происходит в системе типов и как это все взаимодействует, намного проще. Вот. На этом все. Всем спасибо за внимание. Просьба пройти опросик по ссылке. Он также есть в трансляции. Вот. Если есть какие-то вопросы, мы можем их сейчас обсудить. Давайте я верну последний слайд. Если есть какие-то вопросы, то я пока здесь до конца. Вот пока все будут. Мы можем с вами поговорить о чем-нибудь. Можно не относящийся к процессингу, можно еще поговорить о том, где это применять. Кому как интереснее. Кстати, да. У меня на GitHub есть также пример. Кодогенератор называется. Он довольно древний. Но там есть то, как работать в Java и видоизменять сорсы. То есть там три API используются. И в этом три API как раз можно видеть, как происходит видоизменение сорсов в Java. Это, если вы пишете на Java, это будет очень актуально. Вот. Как применять? Да. Опять же, то есть мы сейчас используем на проекте annotation processing для генерации классов, которые у нас приходят с бэкэнда. Вот. То есть так можно делать. Можно использовать gradual плагин. примерно все то же самое по времени. Классы изменяются очень редко. Вот. И поэтому, соответственно, вызывает все это отдельной таской. И сама по себе кодогенерация используется для того, чтобы просто убрать эти классы из нашего с вами, из нашего кода проекта, чтобы, во-первых, проект поменьше весил, во-вторых, чтобы все это не засоряло модули. Вот. Также внутри это все можно использовать для того, чтобы, например, как я привел пример, да, переписать какой-нибудь фреймворк на кодогенерацию и сделать его быстрее. Живой пример. Есть такой знаменитый фреймворк, как Spring, у которого куча падений и куча всяких ошибок возникает на момент поднятия инстанса, потому что там все построено на рефлекшне. Но есть его, скажем так, младший брат, написанный чисто на кодогенерации, и он сейчас набирает активную популярность. Я, к сожалению, название сейчас не могу подсказать. Вот. И данный фреймворк работает и быстрее в плане обработки запросов и сам по себе поднимается намного быстрее, то есть когда в контейнере, что действительно дает определенные преимущества. Вот. Поднимать тяжелое бэкэм-приложение на рефлекшне, как мне кажется, это уже моветон, вот, нежели работать с кодогенерацией. Также, как идея, это, все это можно использовать для генерации универсального преобразования, ну, то есть универсального десерилизатора либо серилизатора. Например, Gasson работает с JSON исключительно, но я в свое время вдохновился таким языком, как Rust, и у него есть такой замечательный фреймворк от Mozilla как Serda. Он на основе кода генерации по, то есть вы вешаете аннотацию на DTO и указываете, что эту аннотацию можно серилизовать и десерилизовать, и она генерит реализацию серилизации и десерилизации для данных типов, для данного типа. И с помощью, когда есть уже сейчас отвечу на применение еще раз, с помощью того, чтобы просто сгенерить какой-то интерфейс для серилизации и десерилизации, можно подключать различные форматы, будь то Protobuf, будь то XML, JSON и так далее, что действительно очень удобно. Как работает Retrofit на Reflection, а как на кодогенерации? Можешь привести пример? Когда в Retrofit создаете сервис, он создает Dynamic Proxy, и в данном случае вы получаете instance в виде прокси. Внутри прокси просто реализуется анонимный класс с нужным методом, а там уже чистый Reflection, где дергаются инвоки, идет валидация типов, идет проверка других аннотаций и так далее. А Retrofit, который будет основан скажем, на кодогенерации, все это будет делать в Compile Time, то есть пока собирается ваш проект, сервис будет сгенерирован. И в принципе это все будет работать на самом деле быстрее. Единственное, что это действительно отъезд очень, ну возможно отъезд времени на Compile Time, но на больших проектах это не очень страшно. Вот. Тот же Dagger, да, как пример, он работает только на кодогенерации, Dagger 2. И он очень оптимизирован. И то есть он действительно заслуживает то есть они называют его антеншен процессор свой, как Dagger компилятор. Это заслуженно. Там безумный код на самом деле. Я не представляю, сколько строчек кода, но сделано там все очень грамотно. То есть как DI, фреймворк, и ок контейнер это все можно использовать. Так, есть еще какие-то вопросы? если нет, предлагаю уже начинать расходиться. У нас уже вечер, вторника, завтра все на работу. Я пока остановлю трансляцию. так, коллеги, тогда если еще будут вопросы, вы можете со мной связаться в Telegram, можно писать, можно как-нибудь там пофоркаться в GitHub, и может быть какие-то доработки даже в мой форк делать, вот, либо на почту кому как будет удобнее. И в целом, наверное, это все. Спасибо большое, что пришли. Спасибо за внимание. Было очень приятно. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok